Всем привет, это Максим из Pagoda Build. В этом коротком видео хочу сделать презентацию одного из наших фокус-материалов, норвежский гранит Emerald Pearl. Многие называют ошибочным лабрадоритом, но это не совсем так, потому что вот эти вот эризирующие зерна, которые присутствуют в камне, это не минерал Labrador, как в украинском допустим лабрадорите, а так называемая роговая банка. Но, тем не менее, это не делает камень менее привлекательным, очень красивый камень, очень востребован на мировом рынке и особенно на рынках стран Средней Азии. Тоже знать об этом камне. Существует два основных карьера, старый карьер Emerald Pearl и новый карьер. Старый карьер гораздо больше, более стабильный, больше поставки его в Китае. Так, например, этого камня импортируется около 500 кубов ежемесячно только в Китай, а этого всего лишь что. Он более дорогой, его отличительной особенностью является то, что он имеет такой синеватый оттенок, эризация более крупная и эризация имеет тоже такой синий перламутровый цвет проливающийся. Новый карьер, он более дешевый, примерно в изделиях на 100 долларов дешевле. У него эризация еще более интенсивная, чем в старом карьере, ее больше, но она в меньшей степени имеет голубоватый оттенок, практически не имеет голубого, поэтому она больше отдает таким золотым, серебряным оттенком. И фон также менее синий, скорее, больше к такому черному, черно-серому. Но эризация здесь более интенсивная, чем более блестящая. Я бы сказал, что этот камень, он, возможно, более элегантный, но этот камень более яркий, по соотношению цена-качество более привлекательный. Что важно знать еще про этот камень? То есть он является направленным, то есть его важно пилить только в одном направлении. Если какие-то из поставщиков хотят сэкономить за счет большего выхода продукции из блоков и часть блока распиливают на кросс-кат, это, конечно, снижает себестоимость, но эта часть продукции, которая распила неправильно, она, соответственно, будет не такой красивой, будет эризация меньше, она будет более хаотичная. Мы следим за тем, чтобы завоз, с которым мы работаем, произойдет только продукцию правильного распила. Эризация проявляется максимально только при одном правильном положении плиты. То есть если плиту повернуть в другую сторону, то эризация пропадает по отношению к свету. Поэтому важно при монтаже выбрать правильное расположение плиты по отношению к источнику света и к смотрящему, скажем так. В красивом случае, если это не сделать, то будет разнобой по цвету и будет более проект не таким красивым. Мы работаем непосредственно с импортером данного камня в Китае, одним из крупнейших. Он же является производителем, который уже лет десять обрабатывает этот камень, учитывает все нюансы. Их достаточно много в обработке камня, в нанесении резинатуры, в полировке. Ну и, естественно, наша команда экспертеров также внимательно следит за соблюдением всех стандартов качества. Такая, в общем, информация об этом камне. Если вас интересует более подробная информация об этом камне, либо вы хотите получить предложение согласно вашему запросу, будем рады обращениям. Всем спасибо за внимание. Пока! Итак, спасибо, что посмотрели это видео на нашем канале. Не забывайте поставить лайк, прожимать колокольчик и выбрать, получать все уведомления, чтобы остаться в курсе всех обновлений от Пага до Билл. Также не забывайте, что в описании под видео находятся ссылки на подробные презентации каждого материала, о котором мы рассказали в этом видео. А также не забывайте, что мы завели свой Телеграм. В Телеграме вы будете оставаться в курсе всех событий, получать новости обо всех обновлениях, статьях, постах и видео, которые выходят на нашем канале. И самое главное, туда мы постим гораздо больше материала, гораздо больше закулисных моментов. Пожалуйста, переходите по ссылкам в описании или по QR-кодам, которые вы видите на экране. С вами был Илья Пага до Билл. Пока!